Намасе не западку И снова здравствуйте дорогие друзья любители компьютерных игр Мы продолжаем проходить видимо 3 Дикая Охота И продолжаем продвигаться по квесту сокровища графа Роймана Мы вышли на некий особняк от Марк Графа Хрен знает какого И узнали из письма что Цири замешана здесь И Лютик наш старый знакомый Сейчас же мы встречаемся Встречаемся с Трис Часовней вечного огня Но это ближе к полуночи должно быть Поэтому наверное мы немножко помедитируем В это же правильное место Ну прям до полуночи давай Ближе к полуночи это полночь Ближе некуда Хорошо что ты пришел Послушай Присмотрелась я к казармам Не нравится мне все это В смысле им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость Высокие стены Охрана у ворот Внутри полно людей Мы не проберемся внутрь Силой тоже ничего не сделаешь Менге успеет сбежать Так что ты предлагаешь? Стелс Сестренка стелс Возьми кандалы и надень на меня Ого Кардинальные меры Прямо здесь этим будем заниматься? Не время для таких игр Трис Сейчас не время для таких игр И не место Может я тебя удивлю? Но кандалы служат не только для забавы Подумай Если ты приведешь охотникам подлую Трис Миригольд Они не то что ворота откроют Они тебя еще и к самому Менге проведут Исключено Это слишком опасно На кону жизнь Лютика И Цири Значит стоит рискнуть Трис подумай Ты правда хочешь по собственной воле идти в Логово Льва И к тому же скованный? Да Я не могу тебе этого позволить Приятно что ты обо мне беспокоишься Но я уже приняла решение И не стану его менять В конце концов она же колдунья Сможет телепортнуться куда-нибудь Хорошо Допустим они проглотят наживку Что дальше? Мы заходим Я представляю Менге Меч к горлу И спрашиваю где Лютик? Не вариант Менге гнида Но в одном ему нужно отдать должное Смерти он не боится Меня это всегда раздражало в фанатиках Ничего Придется брать его хитростью Какие будут предложения Может ты скажешь Что у тебя есть сведения о ложе Или еще лучше О самой Филиппе Он ее ненавидит Придумай что-нибудь Стой Я хочу тебя поблагодарить Успокойся На моем месте каждый был Нет Не каждый Довольно Чародейке краснеть не пристало А как же я знаю Если мы что-нибудь узнаем То хорошо А если нет Я думал тебе нужны деньги Дикстеры Чтобы помочь Чародеям Это правда Но золото можно добыть Множеством способов Это сейчас не самое важное А потом я думаю Что Найдем Лютика Найдем золото Мне все это по-прежнему Не нравится Ну Что ж поделаешь Пойдем Геральт Помни Я сумею о себе позаботиться О чем ты? Охотники Они не будут обходиться со мной Как с дамой Но я выдержу Я смогу потерпеть Цири важнее всего Поэтому Что бы ни случилось Просто делай свое дело Этого я обещать не готов Я прошу тебя Хорошо? Да Хорошо Навиград Доки Чего надо? Я пришел за наградой За что это? За чародейку Не видишь Кого я вам привел? Это Трис Мерригольд Мерригольд? Ну проходи Да Трис Трудно не заметить С ее красными волосами От Тирас Трис Мерригольд Ты перешел с утопцев на чародейк? За них больше платят Так от них и вреда больше Утопец самое больше Рыбака за ляжки покусают А они Убивают королей Плетут заговоры Вызывают войны И молоко у коров Тоже из-за нас киснет Шутки кончились Мерригольд Раз и навсегда В подвал ее Такие у них идиотские костюмы Да? С этой переносицей Ну ладно Сдержимся Полегче Я отдам ее Менге И никому другому Думаешь мы не знаем Что делать с чародейкой? Пусти Ублюдок Паршивый язык Не подходит К такому прелестному личику Придется вырвать Да Вы с чародейками Умеете обращаться Когда их в цепях приводят Это ты к чему? Никудышные из вас Охотники Раз вас должен Выручать ведьмак Слушай ты Мутант С тех пор Как мы вошли в город Мы пустили по ветру Сотню чародеев Алхимиков Доплеров И остальной падали Так что не учи нас Работать Мне казалось Главное качество А не количество А то ведь для статистики Можно И знахарок сжигать И травниц И черных кошек Думаешь ты забавный? Хер его знали Только вот мы Несмешливые В вечном огне Сгорят наши пикни Насыпано Следующий Збор Сывает Не Что-то я не ожидал Сopher Что-то я не ожидал Что Наш разговор так закончится Не Хрена себе Давай Болтай Свою О А icking Да, блин. Почему я не мог контратаковать? Вернее, блок поставить. Так, пробиваемся, да, походу? Походу, пробиваемся. Че, ты там танцуешь, придурок? И трошь к даму, тварь. Так, меч-то вытащи. Так, вот это уже не очень хорошо. Иди сюда. Да ты еще живой, падла. Не надеюсь, когда камера так делает. Эй, Трис, ты прикалываешься, что ли? Ты что ли так орала? Кошмар. Перебили, короче, всю стражу. Так, ладно, оружие я собирать с них не буду, потому что оно очень много весит. Трис Меригольд, ведьма и шлюха, разыскивается занятие черной магией и участие в заговоре против короны. За сведения, которые приведут к ее поимке, будет выплачена награда. Получается, ну, я в качестве Геральта не смог все-таки выдержать их двумеритовые кандалы. Их поведение по отношению к Трис. Подожди, Трис, денег пособираем. Пригодятся. Так, с этого мы вроде взяли уже. Причем здесь задание убить Калиба Менге. То есть, нет такого, чтобы допросить его. А еще и мы, кстати, не со всеми охотниками расквитались. У этого только топорик. У этого только топорик. Куда погнал, идиот? Менге. Десятый уровень, пацана. Поддаешь, что ли, ты Аксию? Поддаешь, ведь он всего лишь человек. Ну, сколько мне еще ждать? Все, наверное. Кажется, пронесло. Работа под прикрытием. Это должно быть не твоя специальность. Не моя, правда. Я предпочитаю решение попроще. Сначала бьем, потом спрашиваю. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Да, я его обыщу. У него, может быть, деньги. Хитрожопая какая, смотри. Сейчас все деньги у него выгребет. А вот деньги. Не так уж и много, кстати. Так, стол. Тут у нас письмо. Письмо к Калибру Менге. Священная книга Калиба Менге. Так, ну и все, в принципе. Давайте посмотрим. Смотрю, думаю, что не читали, что ли. Цирь, если читаешь, то письмо, значит, решила мою загадку. Прими мои поздравления. Тебя не схватили, что очень меня радует. И ты все еще в Новиграде. А это меня беспокоит. Не знаю, что ты сделал на Храмовом острове, но Менге в бешенстве. И он не успокоится, пока не схватит тебя. Не сдерет кожу, не отправит на костер. Теперь, когда он прибрал к рукам сокровища Дикстри, он может нанять достаточно людей, чтобы обыскать каждый дом в городе. Даже мне, Доплеру, приходится скрываться. Мне кажется, за мной следит Менге. А ты беги из города, пока не поздно. Вот, Доплер и зашел в качестве этого старика. Так, твой Дуду. Постскриптум. Даже не думай освободить Лютика из лап Менге. Это невозможно. Впрочем, зная нашего друга, я уверен, он что-нибудь придумает. По крайней мере, я на это надеюсь. Постскриптум. Извини, что не пишу, как меня найти. Но А, ты должна срочно бежать. Не забыла. И Б, береженого Милители бережет. Так, письмо к Калибу Менге. Калиб, у меня новые указания относительно следующей экзекуции. Когда будешь готов к встрече, оставь свою священную книгу в тайнике. В колонии алтаря Вечного Огня. На юго-западе Обрезков. Встретимся на старом месте. Никому не говори, куда идешь. И никого не приводи с собой. А письмо сожги сразу после прочтения. Я Мурлак. Вот та самая книга Калиба Менге. Второе издание. Священная книга Вечного Огня. Принадлежит Калибу Менге. Да, очистит пламя твоей помыслы. Да, закалит сердце мое. Да, сгорит все зло и рассеется дымом. Да, согреется пламенем твоим. Все доброе. Да, слетятся добрые на твой огонь, как мотыльки. Да, забегут от него злые, как звери от лесного пожара. Хорошо. Мы знаем. Нашла что-нибудь? Что делать дальше? В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Ключик от сокровищ Дикстре. Я нашел письмо для Менге. От какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики. Условные сигналы. А, действительно. Смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить. Только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дикстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ключик от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полом? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Так. А здесь еще где-нибудь другой ход есть. Интересно, я бы с удовольствием нашел меч из Золотого города. А это крутой, наверняка, меч. Почему я его не взял? Ну, такой себе, да? Наш круче. Да, кстати, есть и мечи круче, чем вот в сете Грифона стоят. Но я пока пользуюсь ими. Так, ворота из штаба. Ну, наверное, отсюда, да? Может, поищем здесь еще какие-нибудь ходы? Как ты думаешь, Трис? Может быть, найдем тот самый сейф? Да блин, Трис! Что-то вот... Издеваешься, что ли? Сэлитра годная вещь. Смотри, здесь они пытали людей. Думал, сундук будет. Подсвечиваться. Но нет. Ладно, пойдем через задний ход. Тут вроде ничего нету, да? Такого особенного. О! Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Давай, жди. Слушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Я уже подозреваю, что это за дело. Этого хватит, чтобы распалить все здание. Оно вроде как каменное. А, вот оно что задумало. Хочешь, я тебе помогу даже. Блин. Не получается мне ни хрена. Ну, хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Ага. Только не через телепорт. Пока, Трис. И телепортнулась. Трис. А там, кстати, в здании остался кто-то живой. Видите? Один маркирок. Ну, показывает, что противник есть живой. Ладно, валим. Вроде как-то так, да, наверное? Так, рассказать Дикстри о том, что стало известно. Ну, в общем-то, мы особо так и ничего и не узнали. Блин, судьи выбраться. А вот отсюда очень даже. По поводу сокровищ. Эй, там! Господин Райвен просит на пару слов. Да, пожалуйста. Не терпи, несучий сын. Что? Ничего. Я скоро буду. Что, прямо отсюда перехватили-то? Ха-ха-ха. Кого я вижу? Геральт из Риви. Ты перестанешь за мной шляться? Так, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками? Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менге. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Это все, что ты можешь сказать? Никакой сочной морали, искрометной шуточки? Ха-ха-ха. Хочешь шуточку? Ну, сейчас расскажу. Ты готов? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну, но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Как ты узнал? Теперь я задаю вопросы. Неправда. Это была констатация факта. Дикстра на меня не производят впечатления эти твои пафосные реплики. Давай разговаривать, как взрослые люди. Ха-ха-ха. Геральт, надо бы приказать, чтобы тебя удушили, но я люблю тебя, сукин ты сын. Я тоже тебя люблю. Граф, ты несчастный. Слушай, коль скоро мы открыли карты, как ты меня раскусил. Я с самого начала знал, что ты что-то задумал. Ты не торговался за вознаграждение. А потом, когда я по своим каналам узнал, что в доме Маркграфа Хэнкеля видели Лютика, у меня все сложилось в одно целое. Ну хорошо, пора свести счеты. Это угроза? Напротив, ты мне помог. Так что тебе полагается награда, несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого ты шпиона. Он подписывается, как Еморлак. А он же тоже был шпионом. Недостатки похожи, поверь мне. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Так, далее. Используя ведьмач и чутье, найти тайник и оставить там священную книгу. Тем самым подав шпиону сигнал встречи. Хотя, там же в письме писалось, что я должен где-то в храме Вечного Огня все это возложить. Ну вот, смотрите. Нет, не то. Что, я дал письмо, что ли? Любовная. Не то. Блин, я, по-моему, отдал его Трис, да? Она же читала его. Ну ладно. Пойдем туда. Проститутки уже с утра занялись работой. Ну, больше заработают, конечно. Если мозоли не натрут. О, Диэкстрэйт ты, что ли? Нифига себе. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Пожелать тебе всего доброго. Мне пора. И у меня дела найдутся. Интересно, да, мне нравится, что вот, помните, в игре Far Cry, там, допустим, какой-нибудь из героев дает тебе задание, и ты отворачиваешься, и он тут же исчезает, где-то спиной. А здесь вот даже Диэкстрэйт идет по своим делам куда-то. Интересно. Ну ладно, за ним следовать не будем, наверное. У нас все-таки летсплей. Пусть таки идет по своим делам. Так, где-то на той стороне, что ли? Сил нет. Здесь у нас небольшой театр, да? Как говорится, бар должен быть вешен. Что же случилось с этим целителем? Так, а где-то вот эти храмы Вечного Огня, то есть не один, да, у нас находится. А-а-а. Надо найти тайник. Выслушай. И сделай так, чтобы мой муж выздоровел. Он хороший человек. Честный. Порядочный. Я уже вроде как нашел. А, вот он, смотри. Я думал, что вот это. Выслушаешь мою просьбу. Блин, какие хорошие вещи здесь лежат. Наверное, чьи-то подаяния. Похоже, это тот самый тайник. Я подал условный знак. Шпион должен появиться в застении перед полуночью. Так, второй раз за серию вмотаем время до полуночи. Предлагаю немножко отойти. Типа мы молимся тоже. Как раз медитация поможет нам в этом. Полночь. Это где-то здесь. Как много мотать времени приходится. Явиться в условное место около полуночи. А, подожди. А, вот я идиот. Ну да. Мне же не надо выполнять квест, а проследить за этим шпионом. Ладно, у нас вроде как еще недалеко от полуночи время ушло. Не всегда бывает и бедные честью пренебрегают. Где-то же за мостом еще сто метров. Нет, вообще не помню. Когда? Ты о чем, мать? Иди отсюда. Дура, что ли? Психованная. Кого я не предавал. Смотри, до сих пор шмаляет меня. Сука такая. Ладно, спрячь ножик. Спрячь. Осталось спрятаться и подождать. Вернись, сей ель какая-то. Так, что, сюда в горшок спрятаться? Забли ее. Лучшее место, чтобы спрятаться. Блин, он мимо... Мимо ведра сел. Трис? Трис, откуда ты узнала, что... Ах да, Дикстер тебе сказал. Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиный помет. Губы сами складываются, чтобы... Тихо, он идет прячься. Я уж было заподозрил Трис. Менге. Заболел. Менге заболел. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже, уверяю тебя. Но можешь еще вывести, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. Надо преподать этому хаму урок. С дамой так не говорят. С дамой нет. А с ведьмой можно. Можно. Но не с... Ничего себе, наверное, подпалила. А умнел? Сумашонку зажгла, наверное. Пошла ты. Я выдержал. Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Ну, пускай продолжает, че. Ты, наверное, думаешь, что больнее не будет? Будет! Хватит! Хватит! Надеюсь, он выдержит мои дополнительные вопросы. Что ты с интересом? На кого ты работаешь? Не скажу и речи быть не может. Ты уверен? Родовид. Я работаю на Родовида. Чего Родовид хотел добиться с помощью Менге? Очистить подступы перед походом. Ну да. Город легче занять, когда оттуда исчезнут чародеи. Сволочь. Он заплатит за это. Где Менге спрятал казну Сигиройда? Не имею понятия. Ты отдаешь себе отчим, что хватит одного моего слова, чтобы ты снова был отборен. Да. Но все-таки я сказал, что ничего не знаю. Это вам ни на что не намекает. Он говорит правду. Похоже на то. Ну да. Менге бы, кому попал, не стал болтать о деньгах. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного Министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мудоты. Дело. Лютик на Храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро. Герейт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же. Ведь я вам... Я ничего никому... Или он умрет, или я лишил его памяти. Так, конечно, память. Смотри ему память. Но... Я же помог. Помог. Это не страшно. Даю слово. Кайсли Англа. Ты сегодня показала когти. Ты и так это называешь? А я бы сказала иначе. Я показала, что немногим отличаюсь от этих выродков. Я... Доделаем все, что нужно. И пойдем отсюда. Я хочу вернуться домой. Умыться. И напиться. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурд по личному приказу Менге. Верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Послушай. Есть еще одно дело. Только не здесь. И, конечно, не сейчас. Приходи ко мне. Когда сможешь. А теперь... Пойдем уже отсюда. Блин, зазывает и зазывает к себе. Да смотри. Что-то опыта мы получаем. По два, по пять. Новое задание. Впрос жизни и смерти. Ну, это да. Это, наверное... Задание по освобождению Лютика. Так. Этого... Хрена обыскать не получится. Кружка нам не нужна. Такая маленькая шкатулка на столе лежит. Вполне возможно, в такой шкатулке прячут что-нибудь ценное, но здесь ничего нет. Кто там шарится? Да блин. Не могу через него пройти. Да, еще интересно, что это за баба нас преследовала. Я не стал на нее обращать внимание. Прежде всего, потому что... Ну, у нас дело было. А во-вторых, я ее упор не помню. И убивать как-то ее и не хотел. Может, с ней можно было поговорить? О каком предательстве она говорила? Наверное, Сиэль. Может, поговорим? Это кто такая, а? Ладно, а если она хочет, чтобы я ее убил, я ее убью. Клинок бригады Бри Хэт. Величий хвост. Хм. Беличий хвост. А ну-ка, что за клинок бригады? Ври Хэт. Не знаю, может, это одна из эльфиек, которые... Да блин, что ты делаешь? Помните, какой-то стражник нанял нас, чтобы мы разобрались с ребятами, которые грабят караваны. Куруваны грабят. Но и, кстати, охранники думали, что это не бандиты, а какое-то чудище. Поэтому, собственно, и наняли ведьмака. А мы нарвались на бандитов. Именно эльфов. Которые промышляли грабежом. Может быть, это одна из них и была. Она явно эльфийка. Черт его не знает. Так, сокровище графа Ройвена. Надо теперь поговорить нам с Присциллой. И, между прочим, надо как-нибудь наведиться к Трис Меригольд. Как-то она нас... Не просто так зазывает к себе домой. Но я думаю, что мы это сделаем уже в следующей серии. Чтобы ее не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте большой палец вверх. Всем счастливо. Всем пока. Дал бы козлищ. Ходит здесь подозрительная рожа. Субтитры создавал DimaTorzok